Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Татьяны Молокова. Буквально три дня остается до начала нового учебного года, и мы не можем об этом не говорить. Сегодня у нас в гостях глава города Чебоксары Леонид Ильич Черкесов. Леонид Ильич, здравствуйте! Здравствуйте! Леонид Ильич, скажите, пожалуйста, с чем у Вас ассоциируется 1 сентября? Что для Вас этот праздник? Ну, наверное, самый главный праздник – это для всех жителей нашего города, нашей республики. И ассоциируется – это встреча с друзьями, встреча с учителями. Для меня это особенно важно, потому что моя мама более 40 лет поработала в школе, учительница. И, наверное, я тот ребенок, который вырос учительский, можно сказать. И поэтому для меня этот праздник очень дорог. Ну, я так думаю, что, наверное, сейчас для Вас этот день ассоциируется с ежедневными проверками. Вы там буквально, наверное, в ежедневном режиме посещаете школы, контролируете ход подготовки. Вот как сейчас, на каком этапе подготовка школ к 1 сентября, к новому учебному году? Для нас важно, чтобы все школы максимально были подготовлены к 1 сентября. Ставила задача 15 августа – все школы должны быть подготовлены к новому учебному году. Основная часть школ с этим справилась. Вот 23-я, 11-я школы были сданы 25 августа. Остальных школах тоже есть проблемы, но они решаются. И к 1 сентября все школы будут готовы. То есть даже те проблемные школы, которые вот недавно, да, мы знакомились с тем, что в третьей, по-моему, школе проблемы, да, были там во второй гимназии, они закроются к 1 сентября? К 1 сентября эти проблемы закроются, но останется часть школы, где подрядная организация пришкольные стадионы. Она закончит эти пришкольные стадионы и ставится задача, что 10 сентября все пришкольные стадионы должны быть модернизированы. Подрядчики таки недобросовестные, они в школе не учились, что ли, не понимаю. Но получается так, что подрядчики не справились с поставленной задачей. И мы сейчас в ежедневном режиме будем их контролировать, чтобы они в ближайшее время закончили тот объем работ, который был намечен. Неоднократно уже отмечалось, что в Чувашии и в Чебоксарах демографический рост. Если в целом по республике цифра называется более 500 детей пойдут в первые классы, то сколько первоклассников ожидается в Чебоксарах? Вообще, насколько больше школьников будет в этом году? Ну, в Чебоксарах в 1 сентября 2014 года в школу пойдет 46 130 детей. Из них первоклассников всего больше на 605 детей. Количество первоклассников 5620. Это значительно тоже больше, чем в прошлом году. И плюс я хочу отметить, что плюс к этим цифрам 83 ребенка, чьи родители эвакуированы с Украины. И они изъявили желание остаться жить в Чебоксарах и дети пойдут именно в Чебоксарские школы. То есть, они 1 сентября в числе наших детей Чебоксарцев? В числе наших детей они пойдут в школы. По месту проживания родителей они пойдут в школы. Наша задача, чтобы эти дети адаптировались к российской системе образования. Сделать все возможное, чтобы они скорее подружились с нашими детями, приобщились в городской среде. И той программе помочь надо. Ставятся задачи перед учителями, чтобы они помогли адаптироваться к нашей российской программе. Леонид Ильич, ну вот, скажем так, наших местных детей больше становится. Демографический рост наблюдается. Плюс еще дети, которые приехали с Украины. Мест на всех хватит. Вот как администрация работает в этом направлении? Действительно, в данный момент мест на всех хватит. Но мы прогнозируем демографический рост. И необходимо действительно строительство школ. Вот в данной ситуации есть проблема в 10-й школе, в микрорайон Гладково. Действительно, там все дома закончены, обживаются, появились новые дети. 59-я школа, 50-я школа, 60-я школа. Количество детей больше, чем проектная мощность этих школ. Но наша задача, чтобы создать все условия, чтобы дети не должны этого ощущать, что действительно школа перегружена. Ну и строительство нового школы. Надо планировать. Будет заложено. Да, конечно. В этом году заканчивается проектно-сметная документация по строительству школи микрорайона Гладково. И в следующем году будут начаться строительства этой школы. И, конечно, это город разрует. Следующий это микрорайон Богданка строительства школы. Северозад на микрорайоне запланированные места. Во всех новых микрорайонах, где строятся запланированные места под строительство новых школ. Ну и, наверное, про старые не надо забывать. Я знаю, что ежегодно на подготовку к новому учебному году выделяются солидные суммы денег. На что вот школа может потратить денежку, чтобы вот что привести в порядок в школе? Мы говорим, что в городе у нас приоритет это дети. Наше образование должно быть максимально доступным, максимально должно быть удобным для обучения наших детей. И мы до этого должны создавать условия. В этом году мы, как никогда, из городского бюджета совместно с городскими депутатами, с администрацией города выделили 119 миллионов на ремонтные работы в школах и дошкольных учреждениях нашего города. В первую очередь ставилась задача, чтобы ни одна школа не должна течь крыша. Все крыши должны быть отремонтированы при хороших погодных условиях. Следующие это укрепление фундаментов и фасады. Следующие инженерные сети, холодное, горячее водоснажение, отопление школ. Ну и ремонт, текущий ремонт в классах, коридорах, предписания Роспотребнадзора, предписания пожарников. Вот все эти предписания мы должны были выполнить и закрыли максимально основные предписания. Следующий момент. Мы, наверное, впервые и вообще в Российской Федерации, первые из городов, которые решили проблемы с пищеблоками. Все пищеблоки городских школ модернизированы. Вот они закончены буквально 25 августа. И это для нас важно. Дети должны получать качественное питание, приготовленное на современных параконвектоматах, современное холодильное оборудование. Ну и эстетические сами пищеблоки. Залы, где дети принимают пищу, они должны быть соответствующим образом оформлены. Хочу вам сказать огромное спасибо, потому что знаю, что детям нравится новая еда и новые оформления столовых, новые вложения. Это действительно очень важно. Да, действительно, это вложение оправдывает. Что касается здоровья наших детей, мы на этом не должны жалеть деньги. Скажите, родители на что-то, на какие-то ремонтные работы должны сдавать деньги? Или только на какие-то рабочие тетради, может быть, по личной инициативе что-то? Ну, мы говорим, что, во-первых, во всех школах книги бесплатные. Родители практически ни на что, кроме расходных материалов, тетради, дневники, ручки, карандаши, не должны они сдавать. Но ни родительские комитеты не должны рекомендовать всем какие-то взносы делать в школах. Ни директор школ, ни учителя этого не должны делать. Но если бывают случаи, что, конечно, из бюджета города полностью удовлетворить потребности, сделать в более комфортном классы, сами классы, не хватает средств. И поэтому, если родители сами собрались и решили, что-то классы антремонтируют, это другой вопрос. Но никаких других рекомендаций этого не должно быть. Мы будем стараться того, чтобы никаких сборов с наших родителей в школах не должно быть. И на этот год планируем больше средств на ремонтную работу, на модернизацию наших школ, выделить средств и в 2015 году больше. Леонид Ильич, давайте о детских садах поговорим. Все-таки демографический бум в первую очередь касается детских садов. Нам, насколько я знаю, в столице республики удалось закрыть проблему обеспечения местами в детских садах для детей с трех лет. Сколько детских садов в столице появилось, сколько мест и какова сейчас очередь? Действительно, мы из года в год вводим дополнительные места для детей в детских дошкольных учреждениях. Если в 2012 году мы построили и издали три детских сада, то в 2013 году реконструировали и построили пять детских садов. В 2014 году мы планируем тоже сдать пять детских садов. Это дополнительно еще ремонтируем и вводим дополнительные места в группах ныне действующих детских садах. Если такие дополнительные места в 2013 году было около четырех тысяч, то в 2014 году около четырех тысяч новых мест мы тоже планируем ввести в городе. Конечно, этого недостаточно. На 2015 год мы планируем семь детских садов ввести. И дополнительные группы появятся. Мы должны максимально обеспечить с двух лет, но постараться в ближайшее время решить проблемы из полутора. Для всех нуждающих мы должны обеспечить детскими садами. Но из года в год демографический рост. Мы, конечно, должны успевать за этим. Это и на строительство новых детских садов, реконструкция детских садов. Если касается нынешнего года, мы по улице Пирогова, центральной части города, новый детский сад сдадим. Микрорайон Богданка, строительная организация СУОР строит детский сад, новый детский сад. Мы в городе его будем в перспективе выкупать. Тоже новый детский сад. Возвращаем, реконструируем старые детские сады, которые разным организациям, разным формам собственности принадлежали. Это северо-западный микрорайон, это детский сад Юнит-Текст. На бульваре юности. На бульваре юности, да. Детский сад по улице Афанасьева, раньше который принадлежал, был стационар МВД. Будет реконструкция, и до конца года там будет сдан тоже детский сад. А школа Соколова, спортивная школа, там тоже планируем и конструируем. И появится тоже новый детский сад. И мы говорим, что во всех новых микрорайонах, где сейчас строится, там тоже должны планировать. Планируем, оставляем места под детские сады. Леонид Ильич, вот несколько месяцев назад в интернете было обсуждение того, что вот есть здание, заброшенное здание бывшего детского сада на улице Текстильщиков. Вот какова судьба этого здания? Действительно, микрорайон Текстильщиков, хлопчатобумажный комбинат, при Банконске этот детский сад был продан. Это принадлежит частному предпринимателю. И они планируют тоже там строительство частного детского сада, но уже с офисными помещениями. Но часть помещений там тоже строится новых офисных зданий. Но первые два этажа планируют строительство детского сада. Но уже это будет частный детский сад. Конечно, вот эта форма частного государственного партнерства, строительство частных садов, детских садов на дому, Но мы тоже приветствуем в городе сейчас 5 частных детских садов, которые работают успешно. И если родителям позволяет средство воспитывать своих детей в частных детских садах, конечно, мы только должны это приветствовать. И должно развиваться тоже в городе это направление. Леонид Ильич, я как раз хотела спросить, сколько у нас. Тогда я сейчас заканчиваю, и мы прощаемся. Леонид Ильич, спасибо большое за участие в нашей программе. И надеемся, что новый учебный год начнется только с положительных новостей. И все школы, все детские сады будут готовы принять школьников и детсадовцев. Я хочу в первую очередь родителей наших школьников, кто в детский сад пойдет. Особенно первоклассников, учителей, ветеранов педагогического труда. Поздравить действительно таким замечательным и, наверное, важным для каждого праздником. Пожелать им добра, здоровья и новых успехов в новом учебном году. Спасибо большое, Леонид Ильич. А я напоминаю, что сегодня в программе «Актуальное интервью» мы беседовали с главой города Чебоксара Леонидом Черкесовым. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok